Слава Украине! Приветствуем от Полонского! 17 ноября в Берлине Российская оппозиция собралась проводить антивоенный митинг с требованием чтобы не быть новословным сейчас посмотрю что там у Навальной написано с требованием вывода безусловного вывода немецко-фашистских войск российских войск из Украины и суда над военным преступником Путиным хотя бы это правильно но все остальное что связано с этим митингом как-то попахивает честно говоря не очень но прежде всего насколько я понимаю этот митинг будет под вот этими аквафрешами вонючими фашистскими флагами ну как цвет зубной пасты это знаете выходить с аквафрешем это как на митинг против Путина это приблизительно как взять флаг со свастикой было фашистской Германии выйти на митинг против Гитлера но это то же самое как можно с фашистским флагом выходить на митинг против фашистов это какой-то сюр это вообще нечто непонятное это запредельный идиотизм вот я уж молчу о вот этих товарищах которые там это все организуют Навальная потом кто там Карамурза Яшин и так далее ну знаете как вам сказать такая безобидная для Путина тусовка ничего не значащая абсолютно просто принятая в среде западных либерастов толку с них сами понимаете единственное что они ждут единственное что они ждут это то что путинская власть рассосется сама собой ну или РДК с легионом ее каким-то образом там завалят или еще кто-нибудь или ГУР или ВСУ завалят и тогда они такие красивые белые пушистые въезжают в Берлин на белом Мерседесе по подаренным германским правительствам и начинают там руководить даже вот Навальная сказала что она пойдет в президенты по-моему и так далее вот то есть это это выглядит ну пованивает как по мне да это первый момент второй момент если вы уж хотите проводить такую демонстрацию нет никаких проблем через Украину проехать в Курскую Народную Республику город Суджа освобожденный от путинских фашистов и провести эту демонстрацию у себя дома почему так не сделать в чем проблема а вы боитесь понятно понятно да то есть легион то есть РДК сибирский батальон пускай воюет а мы попу греем в Берлине там сосиски хорошие там пивас нормальный пончики вкусные свежие постоянно ну а воевать будет сибирский легион с РДК с этими с легиумами да то есть вот как-то так то есть а воевать будут другие а мы их потом отожмем в сторону они же это самое да да они воюют кстати под другим флагом они не под вонючим а по фрешам воюют они воюют под белым синим белым да то есть там другой даже флаг и вот тот флаг да он заслуживает уважения потому что это воевой флаг людей которые ни словом а делом воюют с путинским режимом а вот эти грантаеды которые сидят в Германии встречаются с либерастами и так далее ну да они озабочены исключительно своим материальным благосостоянием сейчас вот и своим политическим как говорится выживанием с тем чтобы вот о них не забывали ни в коем случае и чтобы донатили побольше чтобы они могли проводить побольше бесполезных совершенно бессмысленных акций вот как-то так это все выглядит то есть я говорю еще раз вроде бы идея неплохая но я вот это знаете вот вот такая вот демонстрация это как расписаться в собственном бессилии это как Шойгу регулярно будучи министром обороны брал рейстан фанерный да вот ура все помешали взяли рейстан хопс вот фанерный московской области да это так и здесь да они а мы оппозиция мы туды мы сюды растуды твою качель но в Берлине но с сосиской и с пивасом да а Юля так еще и с этим самым скажите мне с как она называется с хорошим луком да чтобы лук же был хороший чтобы платье же было там за 3 штуки баксов не меньше и так далее чтобы же да красиво было все замечательно и так далее еще один момент который очень важен для вот этой вот компании которая собирает вот этот антивоенный митинг показать что война это только война Путина а российский народ здесь ни при чем не вообще ни при чем это сегодня в Харькове мальчика убил не российский народ а вчера в Киеве девочку убил тоже не российский народ это Путин убил конечно Путин направил те самые шахеды которые убили девочку в Киеве это Путин направил те шахеды которые сегодня убили в Харькове мальчика разрушили девятиэтажку в Киеве тоже девятиэтажку это Путин Нет, это не российские офицеры. Это не российские офицеры, а это Путин сидел в бомбардировщике, который кинул ракету Х-101 по киевскому Ахмадету. Нет, конечно, какое отношение российский народ имеет к этой ракете? Да вообще никакого. И это по Херсону стреляют, ставят миномет на левом берегу Днепра или пушку и хринячит по Херсону через Днепр. Конечно же Путин приезжает. Какой там российский народ? Лично Путин снаряды заносит, закрывает затвор пушки и лупашит по Херсону. Только Путин, исключительно. И украинских военнопленных расстрелял тоже Путин. Ну конечно, а что это, российский народ что сделал? Конечно же нет, это все Путин. И вот это задача вот этого митинга, так сказать. То есть они прекрасно понимают, что никаких достижений в плане свержения путинского режима это не даст. Просто потому что этот митинг не по месту. Хотите еще раз говорю его проводить? Мы для вас уже вашу суджу освободили. Трусы. Идите и там проводите. Не. Вы в Берлине. А что это Германия напала на Украину? Что вы там проводите митинг? Вы будете убеждать канцлера Шольца не нападать на Украину? Смысл? Кого вы там убеждать? В чем собрались в Берлине? Германия, еще раз говорю, на Украину не нападала. На нее напала Россия. Вот. А смысл следующий. Не исчезать с повестки дня. Гранты, встречи в дорогих костюмчиках с хорошей обувью. Вот. Улыбки. Да. Рукопожимания. И денежки, денежки. Несите ваши понемцы. Да. Мы оппозиция настоящая. Не легион, не РДК, не сибирский батальон. Мы, мы, мы. Дайте нам, дайте нам. Дайте. Дайте. А пока кто-то другой за вас будет воевать. Вот вам, как говорится, и Юрий в день, бабушка Навальная.